друзья приветствую вас на канале паяльник тв если вы когда-нибудь подбирали себе импульсный блок питания то наверняка слышали о компании минвал хорошие и надежные блоки питания но мне стало интересно пощупать несколько экземплярчиков необычного форму фактора а именно в этом видео мы посмотрим на модели ndr-1212 и dr-1212 и mdr-65 и да вам не показалось это блоки питания с креплением на 1 рейку все три блока питания с выходным током на 10 ампер два из них на 12 вольт и один на 5 включим нагрузим посмотрим пульсации и защиту от короткого замыкания ну а потом вскроем и посмотрим схема технику начнем с 5 вольтового mdr-65 серия mdr подразумевает компактный размер и действительно блок питания небольшого размера примерно 9 сантиметров в высоту 4 в ширину и 10 глубину корпус полностью пластиковый с одной стороны находятся клеммники для подключения питания переменного напряжения с другой стороны выход 5 вольт и контакты dc ok которые замыкаются когда выходное напряжение в норме тут кстати есть окошечко через которое можно крутить подстроечник для изменения выходного напряжения в небольших пределах включим его и посмотрим пульсации без нагрузки вот такой получился результат неплохо но одно но блок питания на холостом ходу жутко неприятно пищит это вызвано тем что из-за отсутствия нагрузки частота импульсов во входных цепях снижается до частот воспринимаемых слухом я проконсультировался с инженерами из компании minwell и они сказали что мой блок питания на 5 вольт просто-напросто бракованный потому что писка быть не должно так что блок питания отправляется им а мне пришлют нормальную версию имейте в виду нагружаем блок питания куском нехромовой проволоки примерно в 11 сантиметров предполагаем итог около 8 ампер смотрим на пульсации пульсации до 4 сотых вольта отличный результат это получается что пульсации меньше одного процента от входного напряжения ну и под нагрузкой блок питания не слышно давайте сразу же вскроем его и посмотрим что же там внутри по входу видим пару x конденсаторов intc термистор для ограничения тока заряда входных емкостей синфазный дроссель диодный мост ходная емкость на 150 микрофарад и 400 вольт силовой ключ и трансформатор сидят на одном из радиаторов и несколько электролитов вроде как по 2200 микрофарад то есть суммарная выходная емкость около 9000 микрофарад по выходу видим еще дроссель и реле который дает сигнал dc ok на обратной стороне находятся smd компоненты качестве шим контроллера стоит 8-лапая ncp 1200 с маркировкой 200 d6 то есть рабочая частота преобразователя 60 килогерц в выходной части схемы видно 8-лапы специальный операционник ap 4310 которая очевидно стоит в цепях стабилизации выходного напряжения и защиты потоку в качестве выпрямителя тут стоит пара stps 2045 диоды шотки на 45 вольт и 10 ампер итого четыре диода в параллель по 2 на каждый корпус запас прям хороший жирный плюсик в копилочку блока питания в качестве силового ключа используется stp 9 nk 50 zfp n-канальный мосфет 500 вольт 7,2 ампера с сопротивлением 0,72 ома ну и по компонентам входная емкость ничикон выходные емкости рубикон остается только проверить реакцию блока питания на короткое замыкание по выходу включаем и пробуем замкнуть выводы размыкаем и видим что блок питания включился и продолжает работать переходим к 12 вольтовым братьям серии NDR и EDR по факту линейка EDR компактные недорогие источники питания внешние блоки питания очень похожи выглядят прям одинаковыми по размерам ширина 4 сантиметра глубина 12 сантиметров и высота 13 сантиметров с одной стороны вход питания сети с другой выходные клеммники и есть регулятор выходного напряжения если вам надо его немного подкорректировать есть индикатор dc ok но вот выходных клемм этого сигнала уже нет корпуса сделаны из двух частей это п-образный алюминиевый кожух и перфорированная накладка из жести также подключаем блок питания и измеряем пульсации на холостую и с нагрузкой с вот такой 12 вольтовой лампочкой на 90 ватт и тут я подплавил мою любимую подкладочку на фон для съемок это фиаско братан вот такие получились результаты приведу сразу для двух блоков питания красный это график пульсации NDR исполнения зеленый для EDR который немного дешевле видно что пульсации грубо говоря в два раза меньше по амплитуде если сравнивать блоки питания между собой под нагрузкой пульсации для NDR составляет примерно 0,6 процента от выходного напряжения а вот для EDR это уже 1,6 процента давайте вскроем корпуса и посмотрим что там по схемотехнике тут как говорится на гите 10 отличий ладно шучу конечно сейчас я все покажу во первых входной фильтр в EDR версии отсутствует дополнительный синфазный дроссель и x конденсатор благо и там и там стоит ntc резистор для ограничения тока запуска а вот конденсаторы внезапно разные в EDR версии стоит rubicon тогда как в NDR версии не чекон но емкость одинаковая 180 микрофарад возможно это просто так совпало я не знаю силовые ключи я думаю одинаковые так как выходные выпрямители одинаковые YG865C10 то есть диоды шотки 100 вольт 20 ампер по 4 штуки то есть по два корпуса в каждом блоке опять таки это очень хорошее резервирование в EDR версии отсутствует выходной синфазный дроссель а выходные электрониты три штуки по 150 микрофарад тогда как в NDR версии три штуки по 1800 микрофарад обе платы построены на базе сжим-контроллера ncp 1380 ну и в выходной части видно операционник lm258 который явно отвечает за стабилизацию выходного напряжения и защиты по току ну а в остальном блоки абсолютно одинаковые проверяем защиту от короткого замыкания и реакция блоков одинаковая ну и раз я все тут разворотил отмою корпус отлишней термопасты и нанесу новую перед сборкой мощность блока питания хорошая и важно чтобы тепло отводилось на корпус какие можно сделать выводы я не сомневался что блоки от минвел будут хорошими так как они рассчитаны на применение в шкафах с другим оборудованием то главная их особенность это хорошая электромагнитная совместимость на модель mdr и ndr дают три года гарантии на идиар два года гарантии в описании оставлю ссылочки на все рассмотренные в этом видео модели с официального сайта можно там поподробнее почитать о заявных характеристиках лично мне блоки питания понравились и я обязательно найду им применение пишите в комментариях свои мысли на этот счет ставьте лайк подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые интересные видео и берегите себя и своих близких друзья с вами был андрей пока